Весной дождь пахнет надеждой. В нем нет необратимости потерь, как в осадках других времен года. За весенним дождем не хочется наблюдать со стороны, погрузившись в атмосферу домашнего уюта. Под ним хочется жить, любить, надеяться. Весенний дождь похож на мятный коктейль с кубиками льда. Коктейль из весны, так напоминающий лето. Вы смотрите программу культурных событий города и прямо сейчас я расскажу о самых главных и значимых из них. Артисты Донецкого музыкально-драматического театра имени Марка Матвеевича Брауна представят на 4-м международном театральном фестивале «Поговорим о любви. Современную притчу о любви и смерти. И превратились в белых журавлей». По пьесе Александра Селиным «Светлое будущее» в постановке режиссера Василия Муслиян. Фестиваль пройдет в городе Новошахтинск Ростовской области. Это российский фестиваль, достаточно крупный. Там представлено 14 театров. Будут из Санкт-Петербурга, Москвы, Новороссийской и так далее. Спектакль «И превратились в белых журавлей» в минувшем году получил специальное приглашение. И с успехом был представлен на площадке под открытым небом в Вологодском Кремле в рамках 14-го театрального фестиваля «Голоса истории». «Знаменательно, что мы играли спектакль на военную тематику в ночь с 21 на 22 июня. Играли под открытым небом. Тогда площадка была просто переполнена зрителями. Спектакль вызвал огромный интерес как у критики, так и у самих зрителей. И я надеюсь, что тоже сегодня мы показываем этот спектакль, что все сложится хорошо». «Нас там не знают, поэтому интересно, как воспримут и достучимся ли мы до их сердец, так сказать». «Тут мы играем на малой сцене, а там будет большая сцена. То есть по-любому будет меняться подача, мы по-любому будем говорить громче. Само переживание не меняется, мы так и будем играть. Просто да, немножечко страшно, как они будут реагировать». «Это что-то новенькое. В своих стенах это иногда бывает, ну как знаете, уже привычно, не такое волнение и так далее. А здесь все-таки новое место, новый зритель. Поэтому это будет по-другому, но я надеюсь, что будет так же удачно». Одна неделя и сразу три фестиваля. Помимо Новошахтинска, артисты Донецкой Муздрамы посетят еще и такие города, как Брянск и Чехов, где представят спектакль «Вишневый сад». В постановке режиссера из Российской Федерации Сергея Бобровского. «Оба фестиваля носят статус международных. В городе Брянске, помимо того, что это фестиваль под названием «Театр плюс», это еще и огромная культурная акция, где будут представлены театры, как я уже сказала, не только Российской Федерации, но и дальнего зарубежья. А в городе Чехове фестиваль знаменателен тем, что там показываются произведения только Антона Павловича Чехова. Он проходит под девизом «От классики к современности». В прошлом году мы ездили в «Сергиев Посад» тоже на фестиваль с этим же спектаклем с «Вишневым садом». И там даже три награды мы взяли. Лучшая режиссура, лучшая Максим Селиванов получил лучшую мужскую роль, и Василий Николаевич Гладнев получил за роль Фирса. Ой, такой зритель там был, бесподобный зритель, очень внимательный, очень чуткий. Вообще, несмотря на то, что это небольшой городок, там не знаю, чем это обусловлено, то ли наличием фестиваля, который проходит, я так понимаю, ежегодно. Но там очень театральный зритель, очень чувствующий, очень какой-то глубокий. Хотелось бы, конечно, не ударить в вес лицом. Это самое главное. Показать хороший, качественный спектакль, хорошие, качественные работы. Ну, если удастся, посмотреть другие спектакли. Это самое главное. Всегда любая поездка, это волнительно. И все-таки как-то очень, ну, это приятное такое волнение. И есть большая надежда у меня, я думаю, у всего коллектива, что мы съездим успешно. На следующей неделе мы вам расскажем об итогах этих фестивалей.